Из института в университет ГДУ имя Франциска Скарины отзначает 50-ти годы работы в статусе классического университета. С этой нагоды в ВНУ проходят мероприемства, которые знакомятся не только с историей установки, но и с ее современным жизнью. Марина Джалая наведала урочистости. Старт мероприемства в науково-практичная конференция Гомельского государственного университета имя Франциска Скарины от педагогического института до классического университета. До 1969 года в Беларуси был только один университет – БДУ. Переутворение Гомельского педагогического института имя Шкалова в университет послужило импульсом для активного развития высшей научной установки. Она оказалась под пильной увагой науковцев Советского Союза. Цекавость до нового статуса в ВНУ, связанных с этим науковых мощностей, накировала сюда не только белорусских доследчиков. Традиции международного супрацованства активно развиваются и сейчас. Сегодня у ГДУ научение проходит на 13 факультетах. Что год открываются новые специальности. Все лето в першиню пройдет набор на экономичную информатику, бизнес-администрирование, тренерскую работу. Усяго в университете вучится 10 тысяч студентов из 16 стран. Мы были пединститутом. За эти годы мы открыли экономический факультет, открыли юридический факультет, факультет психологии и педагогики. Множество факультетов, факультет иностранных языков. Начиналось же все всего лишь с нескольких факультетов. В те годы, когда был открыт университет, преподаватели, профессора приезжали из различных городов бывшего СССР. Я просто знаю, что были представители Москвы, Петербурга, Казани, Уфы из различных городов. Про загадину наша здымочная бригада на выставе науково-технической и в учебно-методичной литературе. Кожный факультет подрихтовал свою экспозицию. Например, будучи физик Иван Гайдаш разом со своей командой, распрацовал программу, дякуючи которой можно виртуально подорожничать по Брестской крепости. С ее удельничал в конкурсах 100 идей для Беларуси, из чего начинается родима. Посетить данную крепость именно виртуально, не уезжая куда-то далеко из города и не тратя большие, получается, деньги на экскурсию. То есть данный проект дает большой спектр возможностей для изучения любых иголков Брестской крепости, ну и вообще, как развлечение, как материал для школьников, опять же. Завершились сегодняшние урочистости великой концертной программой, которую подрихтовали творческие коллективы ГДУ. Завтра мероприемства протягнутся. У ГДУ пройдет поширенное посаджение Совета университета с удалом его знакомитых выпускников. Марина Джала, Игорь Маришченко, Телерадо, компания «Гомель». Спасибо. Спасибо.